Добрый день! Сегодня у нас весьма знаменательное ток-шоу, и оно знаменует собой большой цикл откровенных разговоров о внутренней жизни нашего университета. У него еще нет названий, и это открывает, к слову, простор для всех присутствующих в этом зале, для всех наших телезрителей, всех неравнодушных, придумать и поучаствовать в придумывании названия этому ток-шоу, который будет в полной мере отражать ожидания от этой программы. И, наверное, крайне важно, что стартуем мы с темы, которая в первую очередь всех нас волнует. Она связана с качеством образования, с требованиями к нему со стороны студентов, преподавателей и, самое важное, работодателей. И здесь наиболее актуальным, наиболее значимым является, конечно, качество медицинского образования. Учитывая, что каждый день информационные поводы в достаточном количестве поступают по тому, что называется ситуация в здравоохранении, мы решили с этого, собственно, начать. И информационным таким очень важным толчком для нас стала недавняя публикация интервью в Коммерсанте с членом-корреспондентом Российской Академии Наук, главным урологом Минздрава России Дмитрием Пушкарем. Оно, почти паническое название, носит заголовок «Через 10-15 лет у нас образованных врачей в принципе не будет». Вообще, надо сказать, что много подобных интервью в последнее время появлялось на просторах наших средств массовой информации. Не скрою, что сам тоже отношусь к числу скептиков, людей, которые считают, что в достаточно кризисной ситуации находится сегодня кадровая политика в здравоохранении. Впрочем, об этом лучше, если будут говорить наши гости, специалисты, люди вполне компетентные, люди, непосредственно занимающиеся как медицинским образованием, так и люди, которые, собственно, требуют качественные, квалифицированные профессиональные кадры в здравоохранении. Я с удовольствием представляю наших гостей, участников сегодняшнего ток-шоу. Это директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрей Павлович Киясов. Главный врач университетской клиники Казань Альмир Рашид Чабашев. И советник ректора Казанского федерального университета по связям с общественностью Юрий Прокопьевич Айлаев. Добрый день, спасибо, что вы откликнулись на наше приглашение, пришли сегодня, хотя разговор, конечно, будет непростой. Начнем мы его, конечно, Андрей Павлович, с вас, с вопроса к вам, исходя из той небольшой прелюдии, которую я себе позволил. Где корень проблемы сегодня, с вашей точки зрения, в медицинском образовании? Как этот корень выкорчевать и сделать медицинское образование соответствующим тому, чего ждут все в обществе? Ответ первый. Где корень? Корень в истории. То есть, потому что, если посмотреть на историю развития медицинского образования, по сути дела, у нас была немецкая школа. То есть, то, что есть две школы в Европе, это французская и немецкая. Немецкая, это когда давали базисное образование, а потом уже переход был в клинику. Французы, наоборот, учили, они сразу учили по принципу «делай, как я», то есть у постели больного. Российские университеты и все российское образование – это немецкая система образования. И вот до 30-го года, когда это было в стенах университета, по сути дела, мы повторяли всю эту немецкую систему. Но в 30-м году были выделены медицинские факультеты как отдельные институты, были выделены химически, были выделены юридически. И они к тому, что выделили, и это стало плохо. Там задача другая решалась. А задача решалась такая. Вы помните, это была коллективизация, это была электрификация, это было все. И для этого надо было в каждую деревню, в каждый колхоз послать докторов. Медицинское образование вместо шестилетнего был период, когда оно было вообще четырехлетним. И выпускали врачей. Дальше, в этот период, в 30-е годы, был так называемый еще лабораторно-бригадный метод обучения. Лабораторно-бригадный метод обучения – это когда, например, вот ваша группа, 15 человек, вы учитесь, преподаватель с вами ведет занятия, и один кто-то отвечает. И всей бригаде ставили оценку. И вся бригада точно так же приходила на зачет и потом выпускалась. Отменили. Но проблема в том, что когда начались вот эти вот все смены, то есть парадигмы медицинского образования, качество медицинского образования, и вот то, о чем говорил Ильин Георгиевич, если вы посмотрите на заявление Пушкаря, то есть когда это было еще хорошо, я посчитал просто-напросто вот ту профессуру, тех преподавателей, которые были. По сути дела, это были старые кадры, которые, так сказать, как бы вот еще получали университетские, хорошее, ну, скажем так, образование вот в самом начале, так сказать, нашего века. А я нисколько не говорю, что у вас плохие преподаватели или где-то работают плохие преподаватели. Проблема заключается в том, что мы просто-напросто были закрытыми, вот это был железный занавес. И если взять многие ваши учебники, почему мы настаиваем, почему вам иногда тяжело, потому что, ну, посмотрите учебник, даже базовые дисциплины, те, которые анатомия, биология, в биологии вы много нашли, так сказать, в российских учебниках, те, которые у нас сейчас есть, молекулярной биологии или того, что пригодится вам в будущем. Нет. То есть вообще нужно изменять парадигму, и об этом думаем не только мы, об этом думают все. Сейчас изменения пошли, вот это трехуровневое образование, это не что иное, не надо ругать баллонскую систему. Медицинское образование, медицинское образование, баллонские процессы, это совершенно разные вещи. То есть баллонская система, она не коснулась медицинского образования. В медицинском образовании есть так называемые международные стандарты качества медицинского образования. И они приняты, шестилетнее образование, и первичная аккредитация. И вот то, что отказалась Россия от интернатуры, это тоже вот, потому что мы переходим на эти всемирные стандарты качества с европейским уклоном. И потом будет эта ординатура от двух до десяти лет, может быть, даже будет. И потом континуум, вот это вот через всю жизнь образование. Здесь не надо этого ругать, просто мы сейчас, коллеги, мы вынуждены перепрыгивать через некоторые эволюционные ступеньки, которые, так сказать, проходились другими странами. Вот. И мы через них перейдем, мы сделаем это, и будет все нормально. То есть, скажем так, вот то, что мы пытаемся внедрить у нас в институте, да, жесткие требования, да, тяжело учиться, да, так сказать, как бы прессинг такой. Но вы посмотрите, как в Германии. В Германии, если ты не сдал экзамен, две попытки, тебя переводят на повторный год. Если ты повторный год прошел и не сдал экзамен, тебя отчисляют без права пожизненного получать медицинское образование. То есть, здесь требования не пережаты, требования ничего, мы просто хотим. Вот если честно, вот все симпатичные лица, которые сидят, я хочу, чтобы когда вы начнете работать врачами, чтобы я не искал в телефонном справочнике Ивана Ивановича Иванова, которого я знаю, что он хороший доктор, или еще кого-то, чтобы я к любому из вас мог спокойно пойти и понимая, что вы сделаете все правильно, и вы меня вылечите. Вот это моя мечта. Спасибо. Стаси, Андрей Павлович, я хочу напомнить и нашим зрителям, и вам, что в зале сегодня присутствуют студенты, в том числе студенты вашего института. Заметьте, как они напряглись, когда вы сказали без права пожизненного, если что-то будет не так. Но у нас почти так. Я, честно говоря, и ожидал, что в этот момент аплодисментов не раздастся. Все задумывались. У нас без права пожизненного в нашем институте. Вот это интересно, это мы попробуем уточнить. А сейчас очевидно, что интересна точка зрения человека, который принимает потом образовательный продукт, простите за формализм, да, Альмир Рашидович. Собственно, что вас не удовлетворяет, или все удовлетворяет, в тех, кто приходит сегодня в профессию. И действительно ли такая серьезная проблема сегодня складывается, что вот практикующие врачи говорят о том, что через 10-15 лет вообще окажется дефицит компетентных врачей? Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Данная проблема, я думаю, не так остра, как во многом мы, наверное, видим сегодня в обзорах различных комментариев, различных интервью. И на самом деле все зависит, в частности, от того человека, который приходит работать в большой коллектив, и насколько он настроен на плодотворный труд в коллективе медицинских работников. Надо сказать, что, конечно же, качество первичного образования в университете, оно крайне важно, понять фундаментальные процессы, которые проистекают в организме человека, понять патофизиологические основы деятельности организма, это крайне важно, и на самом деле во многом определяет качество врача, его первые шаги, его всю дальнейшую профессиональную деятельность, и во многом влияет на ту удовлетворенность пациентов, которая крайне важна на сегодняшний день для всего нашего общества. Надо сказать, что во многом тому, что сегодня происходит в информационной сфере, послужило некий период того, что средства массовой информации освещали работу коллективов различных медицинских коллективов не с самой благоприятной стороны. И люди, которые приходили в профессию, на самом деле сегодня остаются только те энтузиасты, которые действительно верят в то, что они сделали правильный выбор и готовы работать с врачами, несмотря ни на что, несмотря ни на какую информационную интервенцию против них. Риторика последнего времени в средствах массовой информации меняется, и на самом деле сегодня мы видим разговоры о том, что необходимо защитить права врачей так же, как и, например, других государственных служащих, таких как полиция, таких как военнообязанные, и это на самом деле начинает радовать. Что касается, в общем-то, истоков такого, наверное, положения дел, когда наши коллеги заслуженные начинают беспокоиться о том, что через 10-15 лет не останется врачей с высоким уровнем образования, я думаю, что, наверное, не стоит так усугублять ситуацию, но на самом деле причины этого могут быть и в том, что у нас нет достаточной профориентации на школьном этапе, то есть до момента поступления в ВУЗ. Надо все сидящие здесь, в этом зале, задать себе вопрос, насколько осознанно вы сделали выбор, или на основу, на каких доводах вы сделали свой выбор и поступили именно в медицинский ВУЗ. Не секрет, что люди, окончившие медицинские университеты, не всегда добираются до профессии врача, то есть они по ходу своей дальнейшей деятельности, по ходу дальнейшего своего образования начинают вымываться из нашей отрасли и, к сожалению, выбирают иные профессии совершенно в других сферах общественно-экономического уклада нашего. И крайне важно быть уверенным всегда на своем пути, что ты именно хочешь заниматься врачеванием, оказывать медицинскую помощь людям, приносить им облегчение, приносить им здоровье и приносить им радость всеми. Я немножко не соглашусь. Хотеть – это одно, но еще надо уметь. И вот мы как раз, то, о чем мы сегодня говорим, то есть одного желания мало, надо еще уметь. И вот это вот умение, так сказать, оно должно быть привито. И как бы и рукоделие, и ум, и умение общаться с пациентом – это три неразрывные вещи. Вот тут есть один момент, действительно. Мы все хотим помогать ближним в их здоровье, в том, чтобы они были здоровы и счастливы, но мы не умеем. Это умеет небольшая группа специалистов, которые называются профессионалы-медики. Вот, кстати, вы вспомнили про цепочку вуз медицинского учреждения. А вот сколько их реально все-таки сегодня не доходит? Вот они учатся, учатся, а потом исчезают. Вы никогда не отслеживали на уровне института или на уровне, может быть, работы дать ли? Есть, конечно, безусловно. Они отслеживаются региональными минздравами, и действительно цифры там не столь радующие. На самом деле, приходится, когда читать лекции студентам, в аудиторию задаешь прямой вопрос. Кто из вас пойдет работать врачом по окончании института? Вы знаете, ну, скажем так, по мере продвижения к выпуску лес рук уменьшается, он редеет, потому что на самом деле студенты, видимо, как-то больше склонны, больше видят, наверное, всю тяжесть профессии, которую они выбрали. На самом деле это очень нелегкий труд. Вообще работать врачом, и не только сегодня, это всегда было очень тяжело, потому что если ты не пропускаешь через себя, через свою душу каждого пациента и начинаешь относиться к событию стандартно или, ну, скажем так, обыденно, да, то есть для тебя становится некая циничность, может появиться даже, то тогда на самом деле это очень неправильно, и это угроза всему обществу создается от такого врача, безусловно. Поэтому надо быть готовым к этим трудностям, и люди, начиная осознавать, действительно, они несколько охлаждаются и уходят. Спасибо. Юрий Прокопьевич, наступает ваш час, достаточно сложный, потому что вам, ну, час, это, конечно, образно, да, я думаю, все будет покороче, но сложный в том смысле, что вам придется сейчас, что называется, отдуваться и за потребителя медицинских услуг, не за представителя средств массовой информации, в адрес которых сейчас звучали определенные сомнения, что они привнесли некий скепсис, да, в отношении к профессии, к тому, что происходит сегодня в здравоохранении. Вот как потребители услуг, с вашей точки зрения, что они ждут и чем они не удовлетворены сегодня в том, ну, вот, качестве медицинских услуг, извините за повтор, который имеют по факту, и роль средств массовой информации, где она положительная, отрицательная, вообще, как вы ее видите в этой ситуации? Леонид Григорьевич, я правильно понял, что я выступаю в роли больного? Да. Или где-то так, да? Потребители. Потребители. Потребители медицинских услуг. Мы все, к сожалению, больные. Прекрасно, да. Поэтому нас так и волнует, кто же, кому мы отдадим свои деньги. Причем есть больные на всю голову. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Я, на самом деле, журналист по образованию, по всем годам моей жизни, вот, начиная там чуть ли не с 15 лет, поэтому мне трудно выступать в роли какого-то свежего больного. Я старый больной уже, понимаете, вот с тех пор, как начал этим ремеслом заниматься. Но я хотел бы начать с того, чтобы выразить благодарность руководителю клиники Казанского федерального университета, который сделал изысканный комплимент журналистам. Он сказал, я цитировать уж не буду, все помнят, да, что он сказал. Он сказал, что вот благодаря напору вот негативной реакции СМИ по отношению к медицине, к здравоохранению, из нее, вот в ней остались только самые преданные, вот только самые лучшие. То есть мы здесь в СМИ поработали как санитары леса. Да, вот распугали всех, кто в общем себя не очень хорошо чувствует и не по призванию пришел. А кто по призванию, тому и СМИ не страшны. Так вот, это, да, не часто услышишь такой комплимент, что СМИ распугали медиков. На самом деле, конечно, мы с вами понимаем, что дело не только в этом, и может быть не столько в этом, а проблема в изменившем соотношении людей, общества в целом, ко многим специальностям, профессиям, к медикам в том числе. Ну, мы понимаем, да, о чем говорим. Постоянные сюжеты. Фельдшеры избили, санитары избили, там врачей скорой помощи. Вот в том интервью, которое упоминалось, которое послужило затравкой в определенной степени этой беседы, там ведь вот этот вот главный уролог, если я правильно помню, он говорит, и совершенно справедливо говорит, вот что еще каких-то там 40 лет назад, а уж если брать там дореволюционные времена, или начало 20 века, а девушка приводит жениха к родителям и говорит, он будет врач. И в избе светлеет, потому что родители понимают, что девочка будет пристроена, что она будет в тепле, в достатке, в случае чего он же ее еще и полечит. Да? То есть вот отношение общества к медикам, к врачам, это было почетно, это было здорово. Кстати, к инженерам было такое же отношение, правда? А сейчас популярный анекдот, а выпускник КХТИ встречается, и выпускник вот мединституту, допустим, да, не будем говорить об институте фундаментальной медицины, да, мединститута, мединститута. И вот они встречаются один там другому, вот как я там, допустим, там что-то пожаловался, а тот задумчиво на него смотрит и говорит, «Эх, я как подумаю, какой я инженер, так что-то мне не хочется у тебя лечиться». Это вторая сторона дела, это вторая сторона дела. Но Юрий Прокопович, вы тогда вспомните, Пушкар ведь приводил еще пример еврейскую семью. Ну, я не хотел бы управляться, знаете, вот эти нивансы, глобальнее все немножко. Это действительно очень серьезный момент, там есть второй пример, когда в современной израильской семье приводят будущего врача, и говорят, он же кровью харкать будет, пока врачом станет. Меня это тоже всегда смущало, когда вот я поступал сюда, в Казанский университет, у меня были двое приятелей, которые пошли вот в мед. И когда мы это посчитали вместе, ну, здесь пять лет тогда, советское образование, не было разделения, бакалавр, там, магистр, мы все были магистром, раз и выпустился, и магистр, и нормально. А у него, там, вот у моего приятеля, значит, он должен был пять лет отучиться, шесть лет отучиться, потом интернатура еще, да, и, в общем, у него астомат, астомат там вообще чуть ли не было. Нет, астомат пять было. Да, вот он на астомат пошел, значит, ну, где-то лет семь надо было учиться, для того, чтобы тебя куда-то допустили. И, конечно, это вот, мы были юными, но мы же понимали, что время цену летит. У-у-у, целых семь лет. То есть, конечно, на это тоже нужно решиться. И проблема вот в этом, да, есть триединая такая проблема отношения общества к медикам, отношения медиков к профессии, и вот эта вот необходимость, неизбежность потратить реально часть своей жизни на то, чтобы учиться, учиться, учиться. А теперь еще такое латинское слово возникает из уст и упал, что он говорит «continue». Да, продолжается, продолжается, всю жизнь. Конечно, в каком-то смысле это подвижничество. И тех из вас, кто все-таки решил стать врачом, да, медиком, я вас поздравляю, и мой респект. Спасибо вам. Вот, кстати, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к залу, во всяком случае, к той ее части, которая сегодня учится в Институте фундаментальной медицины и биологии. Вот вы сами что думаете по поводу вот строгостей и трудностей, которые поджидают человека, который решил образоваться на медика? Есть у вас какой-то свой взгляд? Друзья, такой вопрос. Слишком строго или можно построже? Или нужно с пожизненным все-таки изъятием право учиться? Задумались. Да, пожалуйста, пожалуйста. Добрый день. Там все работает. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Белялов Айрат. Я студент 4-го курса Института натальной энцинобиологии, лечебное дело. По поводу строгости образования… Терапевт? В будущем? В будущем? Нет. Скорее всего, в хирургии. Он уже себя в хирургии готовит. Вот я просто уточню. По поводу строгости образования. Ну, наверное, человек, молодой человек, молодая девушка, поступая в медицинский университет, медицинский институт, должна давать себе отчет о том, что ей придется учиться, ей придется учиться долго. Она же не поступает на обум. Она же знает, она может спросить у людей, которые учатся в этом университете, у знакомых, у врачей уже, которые прошли этот путь. И она понимает, что ей действительно нужно будет учиться сначала в университете с 8 до 8 вечера, иногда и просто не спать ночами. А потом уже выбирать свой путь дальнейшего развития и учиться уже там, и пробиваться в карьере. Потому что мало закончить, наверное, университет, нужно закончить потом ординатуру, как сейчас. А еще самое главное – показать себя как успешный врач и пробиться, и построить свою карьеру специалиста. И наверняка человек должен себе отдавать этот отчет, он должен планировать свою жизнь. И поэтому те люди, которые поступили в медицинский университет и остались в нем, их не отчислили, они не ушли сами добровольно, наверное, они будут продолжать этот путь. Добровольность никто не ушел. А вот, кстати, раз уж вы с микрофоном, четвертый курс, то есть у вас уже есть определенный опыт, наблюдение, вы уже видите, сколько ваших вчерашних однокурсников перестало быть студентами. Вот с вашей точки зрения, насколько вот серьезны были основы? Я объясню, почему вопрос, когда мы с Леонидом Георгиевичем в самом начале встретились, я вспомнил притчу, вот когда, так сказать, это притча очень простая. Тяжело поступить в институт, еще сложнее из него вылететь. То есть это на самом деле было так, так сказать, и до сих пор во многих, так сказать, отраслях это как бы существует. Вот. Я сказал, что у нас не так. И вот он проверяет поэтому, да. Действительно, нас поступало на, ну мы первый набор, вообще первые медики в КФУ, нас поступало 50 человек. Сейчас нас около 28-30 человек. На курс младшие ребята, их поступало значительно больше, их поступало около 280 человек. Сейчас их осталось около 69, что ли. Ну, отбор серьезный. Серьезный, очень серьезный. И большинство студентов отчисляется при не сдаче каких-то фундаментальных основ таких, как анатомия, кистология. Я должен быть уверен, что каждый из них, который получит диплом, что я сам к нему лягу на стол или в палату. Если я в этом не уверен, но не выйдет он, потому что... Я с вами. При каком активе, при каком активе я готов. Но это случится еще гораздо позже. Сначала должны быть мы, уверены. Хотелось бы. Хотелось бы. Да, спасибо. На самом деле, если можно... Мы все-таки очень хорошо к журналистам относимся. Спасибо. Есть ли у кого-то еще из ваших коллег, однокурсников? Пожалуйста, Павел, можно уточняющий вопрос? Вы же хирург будущий. Да, скорее всего. Вы в душе циник? Да. Отлично, все. Че-че. Хирург не циник, это нонсенс, мне кажется. Он должен быть циником немножко. Спасибо. По терминам циник вы что не любите? Журналист ведь он тоже циник, да? Еще какой. Еще какой. Тогда, если, позвольте, мы продолжим наш разговор. И все-таки я хотел, Юрий Прокопович, к вам еще обратиться. Вот мы сейчас на эту тему как-то плавно вырулили. И я вспомнил, что несколько дней назад прошло исследование, о котором можно было бы и не вспоминать, и не обращать на него внимания. Там несколько всего мнений, ну, достаточно больших, объемных мнений о том, что вот когда тебя отчисляют, когда 7-8 часов, и иногда и ночами, как вы сейчас сказали, приходится заниматься, учиться, это просто ужасно. Вот, если можно, что это за исследование, что это за мнение, и, Юрий Прокопович, вы, Андрей Павлович, вы что-то проясните. Как вообще относиться к такому, опять же, появляющимся в СМИ, но про медицину? На самом деле, Леонид Григорьевич, на самом деле, я даже не знаю, надо ли об этом говорить сейчас. Мы даже не будем их называть. Мы говорим, есть такие позиции. Потому что это не очень большое отношение имеет, с моей точки зрения, к качеству образования, медицинского, либо какого-нибудь другого. Ну да, да, вот 9 февраля Реа Новости опубликовала такое исследование, вузы глазами студентов, из которого следовало, что 5 вузов, причем такие, как МАИ, например, Московский авиационный, там экономический, Санкт-Петербургский университет, Казанский университет, и университет уральские имени, как они правильно пишутся, полностью первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Вот они оказались в пятерке худших вузов с точки зрения студентов. Но почему я не хотел об этом говорить? Потому что я посмотрел внимательно, полез в недра этого исследования, база, на которой оно проводилось, на репрезентативность, количество, выражавшись в том числе в количестве участников, ну там 5 человек написали, или 4 даже человек написали, причем 2 из них якобы студенты Казанского, вот как раз Института фундаментальной медицины, что учиться очень тяжело, что учебники, ну про учебники Андрей Павлович, по-моему, все пояснил, что учебники там меняются, то и дело, что приходится. Ну такой плач. Ну как к этому относиться? Я не знаю, я скорее у вас готов спросить, вот как к этому относиться, что тяжело. Ректор неоднократно во всех аудиториях и на всех публичных площадках, я имею в виду ректора университета, говорит о том, что мы не намерены снижать планку, и это только подтверждает то, что мы намерены выпускать высококвалифицированных специалистов и способных к нетривиальным решениям исследователей, ученых. И директора на это, конкретных вузов в структуре Казанского федерального университета настроены, насколько я понимаю, самым решительным образом. Да жаловаться всегда на что есть. Господи, я тогда даже продолжу честно сказать, когда мне позвонили, сказали, посмотри, да. Для меня вот это, то есть я этот посыл, вот это письмо, которое там было опубликовано, я его видел три раза в виде жалоб президенту России, президенту Татарстана и в Минобор. Это отчисленная девочка, ее мама, так сказать, там от моей мамы, вот это все разместили там. Второе, которое было, так сказать, мы ответили, ну там, извините, там было пять двойк, так сказать, еще куда дальше-то, вот. А второе, ну там просто кто-то из наших студентов, как студенты говорят, постебался. Ну тяжело, говорит, вот. Ну если, говорит, тебе здесь тяжело учиться, поступи в мед. А лучше... Да, 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 да. Там легче. А лучше вообще никуда не поступай, сиди дома. Да, и это тоже зачли как негативный отзыв, да. Спасибо. Поэтому я не обращаю на это внимания, я это читал, как говорится. Спасибо. Давайте на счет первого письма, я правильно понял, это бы охарактеризовано как клинический случай. Ну это не клинический случай, наверное, да. На самом деле я хочу тоже добавить по этому вопросу, да, то, что такие достаточно жесткие требования к образованию, нас это вполне устраивает, потому что я могу сказать, что когда вы начнете работать в клинике, легче вам не будет, потому что это каждый день борьба между, значит, несколько пассивной ситуацией к отношению и с вашей проактивной позицией. Потому что если вы не будете активную точку зрения по отношению к пациенту и к его проблемам занимать, то ничего хорошего не получится. Вам нужно сегодня учиться преодолевать. Вам сегодня нужно обязательно учиться быть хозяином положения и идти вперед. Ну и самое главное еще, вот уже на первом, на втором, уже на третьем курсе, я уже говорила, не на четвертом. Вот все, что вы сейчас получаете знания, да, сразу их экстраполируете. Могу ли я сейчас подойти к своей маме, к своему папе и начать лечить? То есть вы уже на четвертом курсе должны быть совершенно четко готовиться к этому. То есть вот когда ты, когда самый дорогой, самый близкий, вот ты готов уже применить то, что ты получил. Если не дополучил, доучивай, доучивай, доучивай. Ну вот сейчас я вижу, есть вопрос в зале, хотя вот есть такое мнение очень расхожее, и нам как-то с детства всегда говорили, что врачам тяжелее всего и опаснее всего лечить родных и знакомых. Ну, может, мы к этому еще вернемся. Вопрос, да, пожалуйста, я видел вы. Здравствуйте, Павел Вахрушев, студент третьего курса Высшей школы журналистки и медиакоммуникации КФУ. Андрей Павлович, у меня вопрос к вам. Вот наше журналистское образование построено на том, что у нас теория идет наравне с практикой. То есть мы проходим теорию и сразу практикуемся. А как обучаются в вашем институте будущие медики, когда вообще первый раз можно человека, студента, медика допустить к настоящему больному? И вообще, насколько важна практика в нашем медицинском образовании? Спасибо. Павел, я не буду теоретизировать. Я говорил уже про французскую, про немецкую систему. Вообще, как бы классическая и в Японии, вот так называемая лестница. И в середине в виде, ну, как буква Н. То есть базовое сначала, там фундаментальное образование. И только после третьего курса клиника. Сейчас появилась схема, которая называется Z. То есть когда уже маленький треугольничек клинического такого вот уже внедрения, так сказать, он уже появляется на первых курсах. Почему мы создавали вот этот симуляционный центр? Потому что вся отработка, которая должна быть первичных навыков, так сказать, и во всех специальностях, так сказать, она идет по симуляционному центру. Только потом ты уже, когда сдал, ты доходишь до пациента. Вот. Ну, это понятно, не экспериментируй, что на пациенте. Потому что могу сказать, что я сам на больном учился делать уколы. Это неправильно. И я перепутал. Там надо было иглу быстро вводить, так сказать, а потом медленно раствор. Я помню, что что-то быстро, что-то медленно, так сказать. Я, наоборот, иглу вводил медленно, а раствор быстро, понимаете? Но вот это... Боль, но больно. Да, но если бы меня проверяли сначала, так сказать, и допустили вот к этому через зачет какой-то, поэтому, ну, я думаю, а потом вы... А вы сами не... Вот безопасной жизнедеятельности вы где проходили? Ну, вот даже там, вы, понимаете, не на плакатах вы учились, а уже там вы друг на друге пытались, так сказать, там, повязки накладывать, еще там все остальные первые навыки. Поэтому... Я думаю, я ответил на ваш вопрос, да? Спасибо. Ну, кстати, вот в связи с этим очень много сегодня в здравоохранение приходит технологий. Более того, похоже, там прорывы-то и осуществляются главным образом. Вот кто современный медик, с вашей точки зрения? Это больше технолог или все-таки где-то место души остается? Он только почти философский вопрос. И все-таки? Вопрос ко всем, потому что то, о чем говорил Альмир Рашидович, и он тоже будет об этом говорить. Вы понимаете, вот есть такое понятие, да? Медицина — это искусство. А если честно... Сто процентов. Никакое не искусство, сто процентов. Медицина — это наука. Жесткая, правильная наука. То есть сейчас мы уже встали на те позиции, когда... И более того, то, что называется доказательная медицина. Почему ран сейчас начинается? Сегодня я прочитал в реальном времени, выступила женщина, которая про ГМО. Ой, там ее гнобят. Я вообще не понимаю, зачем в реальное время это... Вон камеры даже падают от стыда. Не первый раз? Да. Первый раз. Есть жесткие принципы доказательной медицины. Почему убрали сейчас гомеопатию? Нет доказательного. Посмотрите, я посмотрел... Вот почему мы создаем центр Кокрэн, так сказать, в области доказательной медицины? Потому что либо это проходит во всем мире и есть... Статью можно написать, помогло десятерым. Другой написал, не помогло. Третий написал, есть мета-анализ. Это научный метод сбора данных от того, что произошло во всем мире. И половина лекарственных препаратов, которые есть сейчас на полках аптек, тех, которые даже входят, так сказать, может быть, и кто-то из них в перечень жизненно важных, они не должны... Не доказана их эффективность. Это наука. И медицина, в первую очередь, это наука. Здесь работают принципы биологические. Спасибо. Вы что добавите? Я просто под сурдинку здесь вякнул, что, мол, искусство. И, конечно, я не буду спорить. Нет, искусство общения с пациентом, я согласен иногда, да. Я имел в виду вот что. Конечно, наука, конечно, какие вопросы. Нейронные связи, нейронные системы. Сейчас уже еще немножечко и диагностов вообще не нужны будут, потому что простейшие или даже средние диагнозы будут ставить с использованием нейросистем. То есть, фактически будет компьютер, ставите все, сетчатку. Но почему я позволил себе заметить, как дилетант, да, что с моей точки зрения, именно с точки зрения дилетанта и потенциального вашего пациента. Потому что это все-таки вот искусство. Я общался как-то с как раз вот с доктором из тех времен, да, вот ушедших уже времен, но практикующим еще. И мы разговаривали с этой женщиной, была. И она сказала такую вещь, и это мне запомнилось. Она говорит, ты понимаешь, что изменилось? Вот с ее точки зрения она пересказала, что изменилось. Молодые врачи уж слишком уповают на возможности техники, на возможности лабораторного оборудования, возможности анализов. И перестают видеть пациента как человек в целом. И вот она говорит, она говорила о том, что вот мы, вот уже все там, ей где-то там под 80 уже был, это разговор чуть ли не 10 лет назад был, сами понимаете, да, когда человек начинал практиковать. Она говорит, что вот ко мне приходит человек, вот ты пришел ко мне, сидишь, а я уже, я по тебе посмотрел, и я уже примерно представляю, вот что у тебя вот под глазик какие, вот здесь вокруг губ, вот радужка. Я говорит, уже на две трети про тебя диагноз знаю. И потом я уже, если мне чего-то не хватает, нужно подтверждение, так ли это, не ошибаюсь ли, я могу прибегнуть к помощи сложных диагностических систем. И вот меня эта позиция, знаете, она, я говорю, я запомнил эти слова, вот я сейчас вам их передаю. Почему? Потому что, ну, худо-бедно, бог милует, я там чаще в года, раз в год-то не хожу, вот куда-то к врачам, ну, раз в год диспансеризация, так называемая. Это обязательно. Да, тут уж куда деваться. Вот, и полезная вещь, несомненно, правильная. И я это вижу, я вижу, что зачастую вот врач уже меня не видит, извините за тавтологию, да, он уже не понимает меня, как цель в системе. Но, Юр, это вообще другая проблема. Другая проблема, я понимаю. То, о чем вы сказали, это неправильно, так сказать, собранный анамнез, когда больного не видит, посмотрел только на бумажки и пытается сделать. Но, опять-таки, здесь, понимаете, здесь тоже наука. Вот я два примера приведу. Вот шерпы возьмите, да? Если посмотреть, у них количество гемоглобина в крови зашкаливает. То есть, больше, чем норма наша. Ну, они лазят там все время. Возьмите эфиопских евреев. Если вы возьмете просто, так сказать, у него анализ крови, вы скажете, нетропини, у него недостаток нейтрофилов, и все. Он сейчас от любой инфекции просто умрет. А он нет. А он нет. Но это наука, потому что доказано, что это генетическая особенность, так сказать. И как только ты видишь, что он именно относится к этой популяции, ты по-другому, так сказать. Но надо с ним посмотреть. То есть, как бы с ним поговорить. И это, вот когда я говорил про эти самые новые стандарты качества медицинского образования, там ведь тоже все это выставлено. То есть, есть четко критерии. То есть, этика, донтология. То есть, вот это вот умение общаться с пациентом, психология. Альмир Рашидович, самое время вам дополнить. Еще бы я в этой связи привнес чуть-чуть, да, из того, что мы, вот как потребитель услуг, часто предъявляем здравоохранение в качестве, ну, недовольства. Слишком перегружены какими-то бумагами, какими-то формальностями врачей, и некогда пообщаться. Вот то, о чем говорил Леонид Проходович. Вот есть ли это? Нехватка времени — это основной бич сегодняшнего здравоохранения. Вообще, надо сказать, что надо готовиться к тому, что оба моих коллеги, они правы. Значит, вообще схема... Я прав. Это схема будет действовать примерно так в вашем отношении, как только вы закончите. Вы погрузитесь в технологическую медицину. То есть, когда вы придете работать в стационары, в поликлинике, ну, скорее всего, сначала начнете с поликлиник, вы столкнетесь с формальной частью вашей работы. Администрация больницы, где вы начнете трудиться, будет спрашивать вас стандартизованные подходы к лечению пациента. То есть, вот к этому вы придете. И только потом, когда вы, набравшись опыта, на основании своего дальнейшего образования непрерывного, вы будете способны искусно творить, как врачи. И вот к этому нужно стремиться. Потому что, на самом деле, в медицине невозможно знать все. Это невозможно. Потому что такой объем информации, который сегодня существует, ну, я не знаю, головной мозг, наверное, не способен удержать. Но знать надо в своей области. И энциклопедические знания врача – это крайне важная вещь. Потому что нужно примерять те или иные синдромы, совокупность симптомов, да, к тому или иному диагнозу. И это крайне важно. Чем больше и шире будет ваш кругозор в области медицинской проблематики, тем лучшим врачом вы будете становиться. И то, что один из коллег сказал, что вы придете к искусству врачевания, это придет не сразу, естественно. Спасибо, Андрей Павлович. Зачем искусство, ребят? Вот смотрите, вытворить вас Альмир Ашидович напугал. Вы придете, и у вас будет куча бумажек, вы будете погружены вот в это. Слушайте, кто-нибудь знает, как Самуэль Морзе, так сказать, в принципе, придумал свою азбуку Морзе? Тремор у него был, я думаю. Не было у него тремора. Дело в том, что он работал в другом городе, так сказать, а когда ему пришла телеграмма о том, что умерла супруга, он, безусловно, рванул для того, чтобы, так сказать, успеть на похорон. Но он не успел, ее похоронили. А он вообще, он, в принципе, никогда не занимался этим. И он понял, надо что-то поменять. И здесь он начал придумывать, как же придумать что-то, чтобы очень быстро передавать информацию на расстояние. То же самое. Встает перед вами задача. Мы вас учим решать эти задачи. Если есть эта задача и ворох бумаги, почему не уложить это, например, на планшет, так сказать, где легче всего, так сказать, все это закладывать? То есть решать. Думайте. Андрей Павлович, да, сегодня эта проблема уже решается достаточно быстро. входит в обиход врача и вообще любого медицинского работника электронной системы документа оборота, хранения данных. Мы быстро можем обратиться ко всему анамнезу пациента. Любые его посещения, которые зафиксированы в этих электронных системах, мы можем достать. И достаточно широкий объем данных мы можем получить. Вопрос в том, что сегодня учреждения здравоохранения работают в некой парадоксальной, я бы сказал, да, то есть экономической модели, когда во многом наряду со здоровьем пациента есть еще и экономические показатели работы врача, да, то есть он должен сегодня работать в неких нормативах. К примеру, 15 минут отдается врачу на посещение в поликлинике, и за эти 15 минут он должен сделать всю работу. Он должен посмотреть на этого врача, оценить, а вернее на пациента, он должен оценить, чем примерно он может болеть. То, что вы говорили, диагноз в дверях, да, ваша собеседница, она совершенно четко видела в вас первые признаки каких-либо отклонений, да, то есть, ну, я думаю, надеюсь, что не видела, но на самом деле... Видела, видела. Да, да, ну вы же с ней не зря встречались, конечно. Значит, и нам сказать, что за эти 15 минут вы не сразу сможете оперировать той массой данных, которую вы должны получать и сделать свою работу качественно. Вы должны его осмотреть. Обязательным условием является полное оголение пациента, надо обязательно его посмотреть всего. Вот эти вопросы про педевтики, которые вы проходите сейчас, это крайне важный залог успеха вообще в постановке диагноза, если вы быстро работаете, хотели бы быстро и качественно сделать свою работу. Вот эти все вопросы уложить в 15 минут крайне сложно. И вам еще нужно внести все эти данные в электронную или в бумажную историю болезни, сделать назначение, и всего-навсего вам отдается 15 минут. И надо сказать, что вы по окончании института должны будете прийти в поликлинику, с этими умениями. Но мы для этого и учимся в университете. Ребята, у вас есть коллеги-айтишники? Мы уходим немножко в организацию здравоохранения. Это уже такой более предметный вопрос. Я наговариваю, чтобы оно записывалось. Есть вопрос из зала. Я так понимаю, да? Альмир Рашидович, хотел бы вас уточнить. Галина Хасанова. Послушал Андрей Павлович, он в какой-то мере даже ответил мне на мой вопрос, но хочу услышать это от вас. Вы в начале разговора упомянули о том, что у врачей должна быть душа. Без души лечить вообще совершенно нельзя. Так вот, когда на кону будет стоять врач с душой или врач-профессионал, я пойду ко второму. В том плане, что да, вот сегодня у него душа, и он открыт людям для обследования. И вот сегодня он в хорошем настроении, он открыт и сегодня. Он посмотрит мне в глаза, увидит, что радужка у меня там поголубевела или там пожелтела. А завтра он в плохом настроении не ответит. Смотрите, в Штатах есть установленные стандарты медицинского лечения, так? Чуть-чуть короче. Чуть-чуть короче, задаю. И по этим стандартам получается, что в Штатах 90% обратившихся к больных вылечиваются? Галина, сейчас тоже рекомендации, они перетаскиваются из западных, переводятся и будут... Сейчас вот перестройка идет, это будут рекомендации, клинические рекомендации для каждых вот таких таких случаев. Да, клинические рекомендации, стандарты и оценка качества. То есть вот три столпа, на которых будет сегодня здравоохранение выстраиваться, это уже принятая доктрина. На самом деле, я бы хотел вам сказать, да, что я к вашему сведению не упомянул о том, что душевный врач не должен быть профессионалом. Да. Потому что профессионал, который не обладает душой, ну, это, скажем, компьютер, машина, это какой-то аппарат, это невоодушевленный предмет. И поэтому, ведь все мы обладаем неким, скажем так, человеческими качествами, и в работе с пациентом у кого-то они более выражены, и более выходят на передний план, у кого-то они спрятаны так далеко, что порой даже не понимаешь, кто перед тобой сидит. И на самом деле, конечно, я думаю, если выбирать из числа профессионалов, и если этот человек обладает еще и душевной качественной определенной, то есть это тот же самый контакт с пациентом, то есть одна из трех сторон взаимоотношений врач-пациент. Ведь если ты с ним в контакте, и у вас налажено нормальное общение, то успех лечения заболеваний во многом будет предопределенный. Реально проводили даже, так сказать, как бы вот примерно одного качества, квалификационного врачи, то есть там вот есть эффект так называемой плацебо и нацебо. Про плацебо все знают, так сказать, а нацебо это наоборот вред. То есть вот как бы грубый врач, какой бы он ни был профессионал, он может нанести вред даже пациенту, потому что тот закроется, не расскажет о каких-то мелких деталях, которые, так сказать, важны для диагностики и лечения. И наоборот, в то же самое время, если он хорошо отнесся, то есть вот эффект плацебо, то есть само психологически, что он больному дал веру в то, что у него пойдет что-то правильно, и больной верит. Вот самое интересное, вот в вашем и подвох вопросе. Вы должны верить. Вот если вы верите, что он профессионал, и он еще, так сказать, вам сказал, и вы будете делать то, что надо, это как бы геометрическая прогрессия пойдет вам на пользу. Спасибо. Юрий Прокурсович, у вас было что-то, да? Дополню. Юрий Прокурсович, у вас есть вопрос? Да, да, да. Это вот я правильно понимаю, все-таки со времен, что называется авиацена, да, настроя. Я, болезнь ваша и вы, да, врач рассуждает. Если мы вместе с вами, то мы победим болезнь. Слушайте, тут... Если вы вместе с болезнью, то я проиграю рассуждать. Правильно, правильно, да. Но, 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 Гиппократ говорил, лечить надо не болезнь, а больного, потому что реально одна и та же болезнь будет у каждого протекать по-разному. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Здравствуйте всем. Меня зовут Шихудинов Норислам, студент 4-го курса биологического отделения ИФМИП, руководитель научной секции студенческого совета ИФМИП. Когда, соответственно, я поступал в университет, мне очень понравилось, что у нас есть огромное количество оборудования, новой лаборатории, и узнал то, что практически нигде такого нет оборудования, ни в МГУ, скорее всего, ни в СПБГУ, и допускают студентов значительно раньше, то есть на втором курсе, даже на первом курсе я был приглашен в лабораторию. Это было огромное преимущество нашего института перед другими институтами. Но мы говорим о качестве образования, и я уверен, что практических занятий для медиков очень много, даже с лихвой в нашем институте. Иногда даже я не успеваю поговорить с своей подругой-медиком. Что же касается биологического отделения... То есть подруга его говорит о медицине? Я просто не могу с ней поговорить иногда. Хорошая подруга. Молодец. И что же касается биологического отделения, то лично мне, может, другим студентам не хватает именно практических занятий. То есть работа руками. То есть у нас огромное количество семинаров, лекций, которые полезные, но вот практических занятий не по всем предметам хватает. И вот я считаю то, что если мы улучшим, соответственно, ну то есть сделаем эти практические занятия, допустим, там, по геноинженерии, по молекулярной биологии, как основополагающим дисциплинам биологии, то у наших... Я услышал. Все, соберемся все вместе и с кафедрами, и решим. Все, я услышал. Спасибо. Этот вопрос несколько раз в разных интерпретациях звучал. Все-таки вот с вашей точки зрения максимально просто попробую. С какого момента можно студента вашего допускать, что называется, до тела? Все-таки вот где тот момент, когда он погружается в практику, уже полезную практику, которая ему нарабатывает партюм. Они перекладывают пациента с кровати на кровать. Уже к телу. Используют утку, общаясь с пациентом, они уже допущены до тела. Просто уровень допуска с каждым курсом повышается. Спасибо. Здесь еще вопросы в зале. Все так затихли и задумались. И тогда остается все-таки тот, с которого мы начали наш сегодняшний разговор. Извини, пожалуйста. У меня неожиданный, может быть, такой вопрос. У нас здесь такая легкая, как говорится, полемика даже возникло. Обсуждение есть. Ребята, а вы сами-то что по этому поводу думаете? Вот вы вопросы задаете. Может быть, вы и ответите на пару вопросов. Мы же говорим о качестве образования. Ну вот я один вопрос с постановкой задачи услышал. И посмотрите, как быстро все решается. оказывается. Нет, оно не сказать, что быстро. Потому что мы с ребятами разговаривали и обсуждали. Есть кое-какие такие шероховатости, которые мы исправляем. А здесь по биологам, по практике, потому что на самом деле у них возможности. Это суперспециалисты, которые выпускаться будут. Но раз не хватает, значит будем думать, как это сделать. Хотя мы все открытые лаборатории обязали, чтобы они вас привлекали уже с 3-го, 4-го курса к научным исследованиям. Если они этого не делают, значит, так сказать, будем оргвейоды делать из этого. Тем не менее, я свой вопрос к залу с вашего позволения не снимаю. Ребята, кто-то может высказаться? Вот может быть, кому-то еще чего-то не хватает? Или кто-то хотел бы, наоборот, сделать акцент на том, что вот это топовое у нас? Да, кому чего не хватает? Кто-то может сказать? Может, стипендии там или еще. Да, может, кому-то стипендии. Нет, стипендии давайте не будем. Вроде понятно, что ее никому не хватает абсолютно. Меня зовут Катырова Эльвира, я студентка 4-го курса лечебного факультета КФУ ФМИП. И я хочу сказать, что это огромное везение, на самом деле, нам учиться именно в КФУ. Потому что, ну, каждые полгода, как минимум, мы собираемся с директоратом, ну, с вами, Андрей Павлович, мы обсуждаем действительно проблемы, которые у нас возникают, и они действительно потом решаются. В том числе, постоянно как бы спрашивают о том, ну, ну, даже вот конкретно по одной дисциплине, что было не так, что было так. И как бы всегда идут нам навстречу. И никогда не было такого, чтобы попросили что-то дополнительно объяснить или дать. Никогда не было, мы никогда не получали отказ. Я действительно такого не помню. Я считаю, что наше образование, оно действительно на уровне. А то, что кто-то жалуется о том, что учиться долго, учиться сложно, но ведь это необходимо, ведь это идет на пользу именно тебе конкретно. Ну, как бы, я считаю, что все достаточно. Ну, есть какие-то, вот, как правило, Андрей Павлович сказал, шероховаться, но они решаемы. Это здорово. Спасибо большое. Спасибо. Я все-таки позволю себе завершать и завершать с тем вопросом, который поставили в самом начале устами вот автора того интервью, о котором я упоминал. Все-таки через 10-15 лет, не будем говорить за всю Россию, это, конечно, сложно, но наши республиканские, по-уловски потребности в высококвалифицированных медицинских кадрах, Институт фундаментальной медицины готов закрыть? И готовы ли сегодня, вот с такими требованиями, которые сегодня были озвучены и не раз звучали, и о которых говорили сами студенты, наши работодатели, востребовать этих специалистов? Всех потребностей мы не закроем по всей республике, потому что дефицит до сих пор достаточно большой. Я единственное могу сказать, что качество, которое будет, так сказать, и вот мы, по крайней мере, мы повысим качество медицинской помощи за счет наших выпускников. И вот в этом я уверен. То есть, мы к этому стремимся. Спасибо вам. Спасибо вам. То есть, не в количестве, а в качестве. Да. Но мы не сможем, так сказать, понимаете, это штучный товар. Поэтому, вот когда они доходят до четвертого курса уже, вы видите, как они, а потом, когда до шестого дойдут, это будет, ну, это так, как было. Вот тот случай, где мы только на позитивной ноте можем заканчивать наше сегодняшнее ток-шоу, не потому, что мы первые, не потому, что мы говорим о собственных внутренних проблемах, а потому, что как никому другому, именно медикам, и тем, кто готовит будущих медиков, мы хотим пожелать удачи и верить, что все, о чем сегодня говорилось, сбудется на все сто. Мы же хотим быть здоровы. Спасибо вам. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»